здравствуйте уважаемые студенты базы данных системы управления базами данных тема лекции история появления и развития бд на современном этапе развития информационных технологий достигнуты большие успехи в получении обработки хранения управления анализе и визуализации данных совместно эти задачи называются управлением данными для хранения и обработки данных можно использовать либо электронные таблицы либо системы управления базами данных использование систем управления базами данных требует более высокого уровня подготовки для создания таблицы и описания обработки ее данных. В истории вычислительной техники можно проследить развитие двух основных областей ее использования. Первая область – это применение вычислительной техники для выполнения численных расчетов, и вторая область – это использование средств вычислительной техники в автоматических или автоматизированных информационных системах. Информационные системы имеют дело с большими объемами информации, имеющие достаточно сложную структуру банковские системы, автоматизированные системы управления предприятиями, системы резервирования авиационных и железнодорожных билетов, мест в гостиницах и так далее. Современные информационные системы характеризуются огромными объемами хранимых данных, сложной организацией, необходимостью удовлетворять разнообразные требования многочисленных пользователей. Разработчики информационных систем предложили новый подход к управлению информацией. Этот подход был реализован в рамках новых программных систем, названных впоследствии системами управления базами данных, а сами хранилища информации, которые разработаны под управлением данных систем, назывались базами или банками данных. Основные требования, предъявляемые к банкам данных, многократное использование данных, простота, легкость использования, гибкость использования, быстрая обработка запросов на данные, язык взаимодействия. Основой информационной системы является база данных. Целью любой информационной системы является обработка данных об объектах реального мира. Теория баз данных. Сравнительно молодая область знаний. Возраст ее составляет немногим более 45 лет. И вы можете просмотреть историю теории баз данных. В 1981 году Котт получил за создание революционной модели и революционной алгебры престижную премию Тюринга Американской ассоциации по вычислительной технике. Появление мощных рабочих станций и сетей ЭВМ повлияло также и на развитие технологии баз данных. Можно выделить 4 этапа в развитии данного направления в обработке данных. Первый этап. Развитие баз данных связан с организацией баз данных на больших ЭВМ и мини-ЭВМ типа ПДП11 фирмы Digital Equipment Corporation ДЭК разных моделей HP. Характеристика баз данных первого этапа. Баз данных хранились во внешней памяти центральной ЭВМ. Программы доступа к БДП писались на различных языках. Доступ к БДП поддерживался от многих пользователей задач. Распределенный доступ был. Второй этап. Появление персональных компьютеров. Появилась первая программа системы управления базами данных, которые позволяли хранить значительные объемы информации. Они имели удобный интерфейс для заполнения данных, встроенные средства для генерации различных отчетов. Появились настольные СУБД. Эти программы позволяли автоматизировать многие учетные функции, которые раньше велись вручную. И вы можете посмотреть характеристику баз данных второго этапа. Далее, третий этап распределения баз данных. Появившиеся распределенные баз данных сохраняют все преимущества настольных СУБД и в то же время позволяют организовать параллельную обработку информации и поддержку целостности БД. И характеристика баз данных третьего этапа. Обеспечивают поддержку полной революционной модели, рассчитанной на многоплатформенную архитектуру. И четвертый этап – сетевой доступ к системе управления базами данных. Этот этап характеризуется появлением новой технологии доступа к данным интернет. Основное отличие этого подхода от технологии клиент-сервиса состоит в том, что отпадает необходимость использования специализированного клиентского программного обеспечения. Для работы с удаленной баз данных используется стандартное программное приложение браузера интернета. И для конечного пользователя процесс обращения к данным происходит аналогично работе с ресурсами в сети интернет. СУБД первого поколения относят СУБД на основе сетевой модели данных второго поколения – революционные, третьего поколения – объектно-революционные и объектно-ориентированные. Далее, мы знаем, что это такое база данных. Это именованная совокупность структурированных данных, отображающая состояние объектов и их отношения в рассматриваемой предметной области. Структурирование, введение соглашений о способах представления данных. И пользователем баз данных могут быть различные прикладные программы, а также специалисты предметной области, выступающие в роли потребителей или источников данных, называемых конечными пользователями. Пользователи СУБД можно разделить на две основные категории – конечные пользователи и администраторы баз данных. Система управления базами данных СУБД – это комплекс программных и языковых средств, необходимых для создания, введения и совместного использования баз данных многими пользователями, поддерживая поддержание СУБД в актуальном состоянии. СУБД – это программная система, предназначенная для создания на ЭВМ общей баз данных, использованной для решения множества задач. Классификация СУБД. По классификации мы подробно рассмотрим на следующем уроке. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...